Это открытая студия, меня зовут Александр Мормоненков. Здравствуйте, мы начинаем наш эфир Движение вниз. Вот так вот я условно назвал свою сегодняшнюю программу, сейчас поймете почему. Представляю вам своего сегодняшнего гостя, председатель общественной палаты города Екатеринбурга Александр Косинцев. Здравствуйте, Александр. В общественной палате, вы недавно ее возглавили, и сразу пошли разговоры о том, что мы больше не хотим работать по указке чиновников, мы будем работать по-другому, так как должно быть. Что имеется в виду? Я бы хотел сказать о том, что это не разговоры пошли, это установка, которую я выразил при обсуждении перед членами общественной палаты, когда шел разговор о моем избрании. Меня попросили рассказать о моем виде. Я сказал о том, что на сегодняшний день общественная палата города Екатеринбурга слабо видна у нас на территории, я ощутимо слабо, на территории города Екатеринбурга, значит, на ландшафте. И, соответственно, необходима перезагрузка, необходима переформатирует работу общественной палаты для того, чтобы она действительно отвечала интересам гражданского общества. Надо не обсуждать те вопросы, которые сегодня, скажем, обсуждает городская дума, исполнительная власть. Необходимо понимать и чувствовать пульс населения, общества, и обсуждать те вопросы, которые являются сегодня проблемными, общественно значимыми. Вот поэтому я и сказал о том, что будет перезагрузка. А вообще, чем должна заниматься общественная палата и чем она занимается в реале? То есть я поясню, потому что есть то, что должны делать, и есть реальная, настоящая суровая действительность. Да, мы все живем вроде в демократической стране, и у нас вроде как свободные выборы, но мы вчера могли наблюдать воочию в Москве, насколько у нас эти выборы свободны. Я вот в этом плане хочу понять. Ну, если посмотреть буквально с точки зрения положения в общественной палате, прежде всего, общественная палата — это коммуникационная площадка между властью и населением. То есть население может свои чаяния, свои проблемы и свои предложения вносить через общественную палату исполнительная власть или законодательная власть, или представительная, для того, чтобы мнение населения было учтено при разработке каких-то законов или нормативно-правых актов. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, еще есть одна функция — это общественный контроль. Общественный контроль за деятельностью власти, общественный контроль за реализацией каких-то проектов, планов и намерений. И вот для того, чтобы, я всегда говорю о том, что для того, чтобы население было услышано и чтобы это была не бутафорская деятельность, необходимо обсуждать исключительно только те важные проблемы, которые сегодня касаются каждого из нас. Ну, я не очень, скажем, я когда посмотрел, познакомился с результатами работы палаты в прошлые периоды, я обратил внимание, что многие вопросы слушались как будто дежурные. Они были предложены администрации города, и, соответственно, вот эти дежурные вопросы, их обсуждение заканчивалось тем, что члены палаты принимали ее к сведению, эту информацию. Да вот население не интересует принятие работ сведений, то есть, по сути, члены палаты удовлетворили собственное любопытство, но населению от этого легче не стало. Поэтому надо выходить на проблемы, которые сегодня волнуют. Одна из проблем, допустим, я могу сказать, я уже об этом говорил, в средствах массовой информации, и это будет мне в плане работы предложено, допустим, вопросы о диспансеризации населения города Екатеринбурга. Кажется, вопрос ничего не значим, но дело в том, что на это государством выделяются серьезные деньги. Люди обязаны проходить эту диспансеризацию, но, к сожалению, они ее не проходят. Почему? Потому что сама по себе диспансеризация оказалась низко информативна. Она не приносит людям ощутимой пользы, но при этом расходуются огромные государственные ресурсы. Необходимо развернуть это все. Есть еще масса тем, которые на сегодняшний день вызывают у населения массу вопросов. Допустим, предстоящая транспортная реформа. Помните, в 1917 году, каким образом она сколыхнула город, и тогда администрация города вынуждены были перенести ее на 1919 год, объявив таким образом, что мы не нашли общего языка с населением. Будем искать это. То есть, подавляющее большинство, я правильно понимаю, и вы это осознаете, что подавляющее большинство каких-то телодвижений, которые происходят, они делаются условно для телевизионной картинки, чтобы рассказать об этом по телевизору. Ребята, посмотрите, вот вроде к нашей власти, это она здорово заботится. А на деле, получается, и мы это видим, что очень часто все проекты, подавляющее большинство каких-то проектов проводятся с одной целью, где-то кто-то на этом что-то там отпиарился. Ах, да, совсем забыл, простите, пожалуйста. Доложить, что мы в прямом эфире, напомнить. Напомнить, телефон 2625651, звоните к нам сюда в студию, можете задать свой вопрос моему гостю, можете просто как-то прокомментировать услышанное 343, код города. Звонок бесплатный, платите по тарифу своего оператора, и также мы проводим интерактивный опрос, интерактивное голосование. Сегодня сформулировали вопрос буквально следующим образом. Ждете ли вы какого-то улучшения в будущем, да, вот при существующем положении вещей? Два варианта, два да-нет. Ждем от вас, звоните, голосуйте. Я могу сразу проголосовать. Ждем. Ждем, и вот ситуация, допустим, в некоторых событиях достаточно ярких и таких скандальных в городе Екатеринбурге говорят о том, что самосознание гражданского общества растет. Люди сегодня готовы защищать свои права, люди готовы эти права, свои требования донести до власти, и это вот действительно, это уже определенная тенденция. Это не разовый эпизод, это тенденция, которая говорит о том, что население постепенно возревает к тому, чтобы вести серьезное дело. Вот я бы позволил, может быть, оно не возревает как раз, а может быть, оно просто уже, простите, вот за примоту, задолбалось от того, что до этого населения никогда, последние там много-много лет, никому нет никакого дела. У нас уже сегодня люди выходят вот просто, даже понимая, что их могут сейчас задержать, скрутить, куда-то там, какой-то штраф выписать, может быть, даже какие-то сутки ареста, уже не боятся, уже выходят. И вот это как раз гарантия того, что перемены будут. Да. И перемены к лучшему. К ситуации в Екатеринбурге хочу вот о чем спросить. Мы все помним майские протесты, где столкнулись интересы, значит, ну как нам в СМИ говорили, защитников сквера и защитников храма, хотя на самом деле там история немножечко другая. Да, столкнулись интересы олигархата и интересы жителей города, которые вышли, сказали, нет, ребят, слушайте, давайте вы начнете уже нас спрашивать. Тогда шум подняли, дошло и до Путина, и вышло на международный уровень эта история. Вроде как сдали назад, прошло время, шумиха успокоилась, и вот сейчас мы узнаем, что начинают привлекать к ответственности, к административному. Шесть человек, по крайней мере, уже проводились какие-то обыски. Опять привлекают, привлекают к ответственности. Кто-то уже отсидел, кто-то там сейчас может получить штраф. Есть даже одно уголовное дело, там до двух лет тюрьмы человеку реально светит. И, в общем, мне это интересно. Во-первых, за что вот этих людей сейчас пытаются привлечь к ответственности. Во-вторых, ну почему опять только одну сторону того конфликта? В ситуации двух дерущихся не бывает, что кто-то один виноват. Дерутся всегда двое. Но вот мы наблюдаем такую действительность, что всегда кого-то одного из этой драки выдергивает. Ты будешь отвечать, а ты молодец, ты вот прав. Ну здесь я могу сказать о том, что я рассматриваю эту ситуацию как тест нашей судебной системы на ее, скажем, адекватность и тест судебной системы на готовность справедливо рассматривать сложившиеся события. Дело в том, что вот в данной ситуации, я сейчас не берусь рассматривать, кто прав, кто виноват. Именно только суд может определить это. Но в любом случае должна быть доказательная, либо оправдательная база предъявлена на этом суде. Если правоохранители обвиняют кого-то из участников и пытаются ему инкриминировать какое-то преступление, это преступление, это вот его участие, его деяние должно быть задокументировано. Причем не только свидетельскими показаниями, но и видеосъемкой. И на видеосъемке все становится понятно, участвовал человек или не участвовал. Насколько он был активен, насколько он сопротивлялся представителям, допустим, правоохранительных структур. Ведь бывает всякий, скажем, негативный такой вклад в развитие событий. Иногда выкрики из толпы, знаете, когда жираф большой, ему видней, то есть выкрики из толпы, они являются провоцирующими. Так вот тут все надо понимать, и все это должно быть задокументировано. И суд как раз должен принимать во внимание вот все обстоятельства. Нельзя просто сегодня взять и человека обвинить. Вот это очень важно. И мне кажется, что, я еще раз повторюсь, что это будет свой родной тест. Мы все помним дело Голунова, о котором мы уже признались, правоохранители, что действительно ему подбросили наркотики. Это было. Это просто то, что вылезло на поверхность. Мы же понимаем, что таких Голуновых по всей стране десятки, сотни. И очень часто... Я не смотрю сегодня по всей стране, я в привязке к этой ситуации хочу сказать о том, что именно здесь очень важно, чтобы наша судебная система продемонстрировала объективность решения. Вот если мы поймем о том, что решение было объективно, вся доказательная база была об суду предъявлена, суд принял внимание все обстоятельства и вынес соответствующее решение, значит, то тогда мы можем согласиться с решением суда. А если решение будет каким-то левым, необоснованным, тогда возникает определенное подозрение и чувство, неприятное чувство, которое будет говорить о том, что ну вот и здесь у нас не все так, как хотелось бы в обществе. У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы, по какому поводу? Как вас зовут? Здравствуйте, я из Екатеринбурга, подскажите, пожалуйста, что нам делать с нашим уральским папиками, Алтышкиным и Казицыным? Мало того, что они людей на протестах в Квере пытались давить с помощью каких-то гопников, бандитов, теперь еще и пытаются привлечь к ответственности уголовные дела, заводят за якобы заполомку забора, которая вообще не санкционирована, как выясняется, был установлен. И вообще, что это такое? Что за благотворительность такая, которая даже граждан не спросили? Спасибо большое. Вопрос вот здесь нужно препарировать. Вы знаете, на мой взгляд, вот как раз та сторона, застройщики, они тоже были здесь в качестве пострадавших. Смотрите, они ведь не приступили к самовольному строительству, они не занимались нарушением существующих, вот скажем, норм, они руководствовались теми разрешениями, которые были им предоставлены. В соответствии с этим разрешением на право производства работ у них есть... А были ли предоставлены, или эти разрешения были куплены? Вот давайте вещи своими именами назовем. Ну, вы знаете, там можем, конечно, уйти в какие-то глубокие рассуждения, причем исключительно только голословными, ничем не подтвержденными. Я пока исхожу из того, что, да, вот что мне известно, было решение городской думы о изменении порядка использования этого земельного участка. Прошли какие-то общественные слушания, про которых даже мы, журналисты, ничего не слышали. Они вот тут тоже у нас вызвали определенные вопросы, но тем не менее они состоялись. Сам закон по себе не запрещает проводить общественные слушания на электронных площадках. То есть, по сути, в социальных сетях были проведены вот эти слушания. Все. А раз не запрещено, значит разрешено. Все. И это легло в основу решений. Поэтому, скажем, застройщики, они тоже оказались в ситуации, когда они хотели подарить городу вот такой объект, им сказали о том, что все в порядке, начинайте, а оказалось, не тут-то было. Вот это первое. И второе, то, что я хотел сказать, смотрите, значит, не они обвиняют сегодня, не они пытаются наказать людей. И, по сути, как бы сегодня, вот мы посмотрим, давайте, основания в обвинении каких-либо этих шестерых участников, значит, скорее всего, что это речь идет о хулиганстве. То есть, статья будет о хулиганстве. И, соответственно, здесь говорить о том, что исключительно застройщик на это повлиял, а они продавливают. Мне кажется, знаете, вот после этой ситуации и Алтушкин, и Казицын для себя еще не ответили на вопрос, а будут ли они строить его вообще? То есть, ведь вполне может статься так, что... Нет, нет, мы же понимаем, что Алтушкин, Казицын, мы сейчас, давайте не про Алтушкина, это не один человек, Алтушкин, да, это не один человек Казицын, у него куча-куча людей. Вот, а что касается, как говорят, беспредельщиков и так далее, да, людей, которые защищали их права и прочее, прочее. Значит, тут я ничего не могу сказать, потому что у меня тоже определенные, знаете, на душе кошки скребут, когда ребят бойцов выставляют под видом охраны, для того, чтобы они защитили собственность. Понятно же, что это провокационные определенные действия, и эти действия могут спровоцировать драку и конфликты. Нет, вот я и говорю, что это огромное количество людей, которые просто получают деньги, и если где-то они что-то, ну, скажем так, да, не очень правильно поступили, они сейчас в этом не признаются, потому что они рискуют навлечь на себя гнев там своего работодателя. Я имею в виду непростые эти роботы, непростые охранники, а есть же там заместители, помощники и так далее, которые получают хорошие зарплаты на минуточку. Вот, и благодаря там какому-то своему пофигизму, может быть, даже где-то наплевательскому отношению, там, каких-то вот этих помощников, вот этот вот конфликт, конечно, вот меня бы, поставьте меня, да, там, на место любого там вот такого олигарха, меня бы это разозлило, бы сказал, ребят, вы что творите, я вам деньги плачу, а вы из меня дурака делаете. Ведь обсуждают не Иванова, Петрова, там, какого-нибудь пресс-секретаря Казицына, да, Свалова, обсуждают, полоскают, получат фамилию Казицына, я не думаю, что Казицына это прям сильно надо. Вот, но тем не менее, как бы им, как вот мне один гость тут сказал, говорит, они масштабно, они думают проектами. Когда мы пришли, ему сказали, вот есть такой проект, надо денег, он денег дал, ему пообещали клятвенно, что все на мази, все, он дальше не заморачивается. И, конечно, сейчас, будучи там, окажись я на месте Казицына, я бы встал в пол, я бы сказал, ребят, я денег вломил сюда целую кучу, я прикормил целую кучу каких-то людей, чиновников, политиков, кого-то еще, а в дураках я, нет, вы давайте либо деньги возвращайте взад, либо выполняйте свои договоренности, я думаю, ребята, такого уровня люди не отступают. Я соглашусь с этим, да, я просто Андрея Анатольевича Казицына хорошо знаю, и, в принципе, к нему с большим уважением отношусь, и знаю, вот действительно, уровень его мышления, уровень его подхода. Вы знаете, аналогичные, примерно аналогичные протесты были у него в одной из территорий Центральной России, когда они пытались строить там рудник, и столкнулись с протестом населения. Ведь эта ситуация, они там не ломали ее, они не пошли на силовую для того, чтобы людей вдворять с этой площадки и загонять экскаваторы, копать это все. Значит, выслушивали людей, выстраивали с ними диалог. Вы вспомните ситуацию вокруг башни, которую они тоже обрушали, сколько было скандалов и так далее. Как это потом все закончилось? Мне кажется, вот этот опыт, вот, скажем, локализации этого конфликта и его развеивание вместе с обрушившейся башней, не окончательно учли при организации строительства вот этого храма. Потому что, а может быть, наоборот, впали в иллюзию о том, что как все хорошо прошло, вроде бы корячились скандалы, а их не получилось. Поэтому давай попробуем по этому же пути. Но не вышло. Не вышло. То ли вот критическая масса недовольства у населения накопилась, то ли все-таки, скажем, действительно зацепила вот эта ситуация и тех людей, которые, по большому счету, скажем, не за храм, не против храма, а вот они почему-то за сохранение сквера и все. Да там нет такого за храм, против храма. Там, я, насколько понимаю, история простая и понятная. Да, есть одни люди, которые, в принципе, привыкли, по принципу, да, сколько надо денег, я хочу, чтобы... И они привыкли за годы. Пришел какой-то чиновник, пообещал, все согласуем, все сделаем. Ну, вот это вот такие... Как вы их будете утрясать, эти вопросы? Этого олигарха никак не волнуйтесь. Мне кажется, я могу сказать, что здесь вот, когда препарируем всю эту ситуацию, большая все-таки проблема сегодня и большая, наверное, вина лежит сегодня на представителях власти. Первое. А. Они считались людьми, и второе, проигнорируем мнение людей, и потом, когда уже начались протесты, никто не вышел. Ну, потому что я так понимаю, что кто-то от представителей этой самой власти как раз взял где-то какую-то взятку и нужно было что-то говорить. С одной стороны, человек, которому ты за деньги пообещал реализовать этот проект, с другой стороны, люди, которым тоже надо что-то говорить. Ты же не вырежешь, не скажешь. Я не буду сейчас опровергать или так далее. Речь идет о строительстве богоугодного проекта, именно о подарке. И если еще, извините, я хочу сделать подарок, но при этом даю взятку власти... Ну, там не совсем подарок, там промежеский проект на самом деле, ладно. Бог с ним. Так вот, хочется мне понять, да, вот сегодня мы находимся, вот как раз оказались в такой точке, когда уже все, ну, кипит уже наш разум отмущенный. Ну, надоело, что врут постоянно, рассказывают о каком-то величии с утра до вечера. Мы-то в реале видим, что особого величия, ну, простой и смертный, наверное, не ощущает. Я не знаю, может быть, какой-нибудь большой чиновник ощущает там что-то, да, что у него что-то улучшилось там. А простой смертный, он как получал там 10 лет назад зарплату 25 тысяч, он и сейчас ее получает 25 тысяч. Только 10 лет назад он платил за коммунальные услуги в 10 раз дешевле, чем сегодня. Сегодня это стоит дороже, цены выросли и так далее. Ну, я с этим соглашусь, действительно, ситуация сегодня непростая и экономическая в том числе, а хоть нам и говорят о том, что мы находимся в стадии роста, фаза роста такая и так далее, все равно по доходам населения можно сказать и по расходам растущим. Доходы не растут, расходы растут, то есть можно говорить о том, что население испытывает определенное напряжение, население испытывает определенное давление на свой бюджет. Вот, это нисколько не улучшает настроение, у людей настроение, оно достаточно пессимистично. И на фоне вот еще вот таких вот политических скандалов, действительно, складывается ощущение такое, что безнадега, безнадега все, власть не слышит людей, люди не хотят... Так она и не слышит, потому что вы говорите, вы, в общем, политик, да, говорите, что доходы населения падают. А тут намедник Голикова там с месяца назад, наверное, сказал, ну, надо подумать, посмотреть, в чем, где корни нищеты-то, почему у нас нищие население, елки-палки. Она в этом правительстве с 91-го года сидит, Голикова, на разных должностях была, она до сих пор не понимает, за 30 лет она не осознала, в чем корень зла. Ну, тогда на кой нам такие чиновники просто? Ну, мы сейчас не о чиновнице Голиковой говорим, но в целом... Ну, я как пример привел, таких много... Ну, да, и в целом ситуация такая, она действительно, как бы, оптимизмом людей не заряжает, и вот я вернусь еще раз все-таки к идее реформирования или перезагрузки общественной палаты, она действительно становится публичной площадкой для коммуникаций. Вот, в этой связи я хотел предложить, и, по сути, как бы, уже создаю определенную команду, формирую вокруг общественной палаты экспертов, людей, тех, которые готовы будут выйти и организовать городскую дискуссионную трибуну, для того, чтобы именно на этой трибуне обсуждать самые резонансные проблемы для нашего города и пытаться найти те решения, которые потом мы понесем до власти. Вот, то есть, за счет этого, с одной стороны, кто-то говорит, ну, это выпуск пара, ну, пусть это будет выпуск пара, людям надо поговорить, надо пара выпустить. С другой стороны, мы понимаем, что не все предложения, которые будут на этой дискуссионной трибуне звучать, не все они будут реализованы, но мы постараемся самые рациональные предложения выловить, сформулировать их и внести. Если власть откажется их рассматривать, то мы до людей, во-первых, мы должны узнать, почему, и потом до людей донести. Я правильно понимаю, вы, вот все ваши решения, они больше рекомендательный характер носят. Ну, они по положению. Вы пришли, порекомендовали, вам могу сказать, ну, Александр, отчество ваше, простите. Петрович. Александр Петрович, да идите вы со своим решением куда подальше, у нас денег там на него нет, например. Вы знаете, я достаточно разумный человек, я понимаю прекрасно, тогда, когда нет средств, допустим, просить построить хрустальный мост, смысла нет. Но когда речь идет о том, что средств может хватать на какие-то процессы, то тогда необходимо их рассматривать и действительно реализовать. Я могу вот привести пример, смотрите, еще раз вернемся к этой транспортной реформе. В том виде, в котором она была предложена, специалисты, экономисты на нее смотрят, если макро взгляд бросить на нее сверху, вроде бы все логично, все правильно. Людям не нравится, почему? Люди не понимают, в чем смысл. Как, если раньше он привык из точки А в точку Б за определенную стоимость при определенных временных затратах добраться, сегодня он не знает, доберется ли и сколько им на это придется потратить. Поэтому задача стоит вот в том, и нам сделать всю коммуникацию, установить и сделать в городе Екатеринбурге умные остановки. Где будут таблоиды, где на табло человек может найти любую точку, ткнул туда пальцем и ему система покажет, на какой он транспорте надо двигаться. Вот опять нужны деньги. Вот это деньги небоснословные. Это вполне реальные деньги. Вот здесь как раз с исполнительной властью я готов работать, взаимодействовать, спорить, если необходимо, доказывать необходимость этого. Потому что другого пути не будет. Я сам недавно, вот сам на себе ощутил вот все прелести. Я ехал на общественном транспорте, пытался понять, на каком автобусе или троллейбусе нужно добраться до нужной остановки. Председатель общественной палаты ездит у нас на автобусе. Минуточку, ребят, это дорогого стоит. То есть я посмотрю, на трехметровой высоте мелким-мелким шрифтом написаны маршруты, то есть откуда и куда идет этот автобус. Нужно вглядываться. Если бы у меня, скажем, чуть постарше было, то есть зрение было бы уже послабше, я бы не увидел. Мне пришлось бы заходить в любой автобус и у кондуктора спрашивать, куда везете, я доеду или нет. То есть такое информационное взаимодействие. Но это же глупо. Это глупо. Мы живем в прошлом веке с этими всякими счетами информационными и так далее. Нужно переходить в современную систему. Это дает возможность нам действительно изменить отношение людей к этой реформе. Когда люди будут понимать, если у него затрат денежных не потребуется больше, если по времени он ничего не проиграет, если для него не будет создан дополнительных неудобств, человек согласится с этой реформой. А выиграет, в конце концов, экономика города. У нас три минуты до конца эфира. Хочу вот такой вопрос задать вам. Вам не кажется, что для того, чтобы начать мыслить по-новому, необходимо, наверное, в нашей стране провести какую-то реформу управления? Потому что сегодня то, что, я имею в виду государственного управления, сегодня что-то вроде застоя у нас образовалось, когда, в общем, вся власть сосредоточена в руках одной политической силы. И все. И мы видим, что это плохо. Она сама себя власть просто обслуживает и все. Ну, с одной стороны, очень правильно говорить. Извините, коротко у нас звонок. Здравствуйте, откуда вы, если можно, коротко, как вас зовут, по какому поводу? А меня зовут Ирина Владимировна. Да. Я в Екатеринбурге живу. По какому поводу звонить, у нас очень мало времени? По поводу у меня транспорт. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Вот два Саши там сидят. И хочется спросить у старшего Саши. Вот вам зеленую папочку передавали нашему губернатору, наш президент Владимир Владимирович Путин. И вот там я обращалась конкретно. Вы бывали у нас в академическом районе? Да. Район красивый, хороший. Но люди-то будут страдать. И дети страдают. Просила, чтобы сделали там трамвайную линию. А не чтобы люди не задыхались от бензолов. Там же дети катаются. Я сразу прокомментирую. Скоростной трамвай в проекте находится. Он свяжет Центр Академического, улицу Сахарова с центром города Екатеринбурга. Насколько я знаю, уже делаю там трамвайную линию. Все-таки, возвращаясь к моему вопросу, мне кажется, что надо поменять уже пора. То есть, это правильно, должна быть определенная конкуренция на политическом пространстве. Но при этом эта же конкуренция не может быть искусственной. Если сегодня основная, скажем, электоральная среда, она более склонна поддержать партию власти. Ну, как вот сделать, заставить, обратить внимание на другие политические партии? Да я не знаю никого, кто хочет партию власти поддержать. Партию власти уже, они выдвигают кандидатов. Александр, тогда почему на выборы приходят и поддерживают исключительно, допустим, только одну политическую силу? Потому что никто не ходит на выборы. Явка минимальная. Сегодня у других политических партий должна быть ясная, четкая программа. Там должны быть люди, правильно артикулирующие эту программу, рассказывающие. Если там не хватает сегодня людей, которые действительно могут выступать проповедниками своих идей, это их проблема, их оценка. Да это не их проблема. Мы вчера, мы в Великобритании вспоминали вчера. У государства должны быть... Людей просто не допускают до выборов. А уж насколько любят Единую Россию, слушайте, ну если представители Единой России сегодня идут как самого движенца, ну это о чем-то о многом говорит. Это много, это тоже о многом говорит. И я же не идеализирую эту партию, да. Я просто говорю о том, что вот мнение электората поддержки. Я не верю в то, что когда мне говорят о том, что это сплошные вбросы бюллетеней, там, поддержку одной партии и так далее. Нет. Просто люди, видимо, оказываются прозомбированы, прозомбированы или не пойдут на выборы совсем. Вот задача, конечно, эту систему менять для того, чтобы у нас появилась конкурентная среда. И действительно, за счет появления конкурентной среды у нас власть будет по-другому реагировать. И еще раз повторюсь о том, что все-таки общественность, вот самосознание у граждан сейчас растет. Мы надеемся на то, что вот нам удастся как-то мобилизовать население, но при этом направить вот всю их энергию такой конструктивной. Спасибо большое. У нас эфирное время уже все, почти закончилось. Напоминаю, подводили сегодня, проводили интерактивный опрос. Ждете ли вы от власти перемен к лучшему? Задавали мы такой вопрос, сто процентов ответили, что нет. Это мнение, его надо уважать. Спасибо большое. Это была открытая студия. И мой сегодняшний гость Александр Косинцев, председатель общественной палаты Екатеринбурга. Большое вам спасибо. Спасибо. Надеюсь, ничем не расстроили, ничем не обидели. Ждем в гости снова. Хорошо. Спасибо. А мы увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok